Всем привет! Вы на канале Мэппидс Планета и всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Этот видеоролик про муравьев вида Афенагастер Шури. Вы просили меня снять про них видеоролик и рассказать как у них дела и собственно вот я и расскажу. Вообще с момента последнего видеоролика, а что чего-то прям супер интересного не произошло, муравьи развиваются медленно. То есть от яйца до муравья проходит много времени и в принципе распрод развивается медленно. Несмотря на это они себе живут и достаточно активны. Кстати в прошлом году в январе как раз появлялись крылатые самцы. Возможно я это уже где-то говорил. Возможно и в этом году в январе-феврале будут появляться крылатые особи. Возможно даже матки. Правда пока что там ничего такого нет. А сейчас вы видите так сказать таймлапс как муравьи перетаскивают личинок знахаря. Вообще они достаточно выборочные в еде я заметил. Ведь мучника они например не едят. На тараканов они очень плохо охотятся. И единственное что они хорошо едят это либо куколки мучника, либо вот такие личинки знахаря. Которые не крупных размеров, мягкие. И муравьи могут их взять и просто затащить в гнездо. Единственный минус от знахаря это то что они маленького размера. Поэтому крупной колонии как например этой требуется давать очень много таких личинок чтобы они наелись. Муравьи очень любят либо строить либо просто перетаскивать какие-то предметы. У вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Будет. Пошли. Особенно если когда сбрызнуть арену из полилизатора водой, муравьи начинают перетаскивать всякий мусор. От шелухи всяких насекомых до кусочков субстрата. Они толком ничего не строят, но просто переносят их из одного угла в другой. Я думаю что расширение для них понадобится еще не скоро. И еще как минимум год точно они посидят в этом формикаре. Снять личинок расплод достаточно тяжело, так как ходы достаточно узкие и муравьи кучкуются. Тем не менее личинки достаточно интересные. Они питаются самостоятельно. То есть муравьям достаточно просто положить рядом с личинками какую-то пищу. Например того же знахаря. Личинки сами подползают к нему, сами присасываются и сами начинают его есть. То есть муравьям не нужно сначала, так сказать, поесть личинку, а уже потом покормить своих личинок. Как я ранее сказал, муравьи плохо охотились на таракана. И это действительно так. Они не такие себе охотники. Поэтому думаю, что им лучше давать что-то более-менее убитое, либо же мягкое и мелкое как знаха. А вот например сироп или сладкие фрукты они игнорируют. Я пытался много раз им давать сироп и сахарный и медовый, но они на него не обращают внимания, а просто засыпают субстратом. Хотя по факту должны его есть. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet.